Спасибо за просмотр! Спасибо! Давайте, Тимофей, когда вы узнали новость о том, что локаут прекращен, о том, что сезон начнется, где это было? Кто вам позвонил и сообщил? Все узнал, мне один позвонил, сказал, ничего особенного, он позвонил и сказал, что не было такого, что локаут закончен, надо ехать и рассказать, что скоро будет соглашение подписи, так что уже настраивался, что скоро будет ответить. Ваши первые эмоции? Какие эмоции? Какие эмоции? Ну, локаут закончен, все, надо собирать вещи. Таких, что, не знаю, никаких эмоций особо не терпал. Ну, то есть вы, в принципе, уже, по сути, были на чемоданах, да? Ну, как бы, я знал, что и когда локаут закончится, я уеду, поэтому я был к этому, наверное, готов, знаете. То есть игром среди ясного неба для вас не стало в вашей мирной химкинской жизни? Не было. В сегодняшнем матче хотелось беречь себя? Нет, не хотелось. Играл, и боролся за мяч, и так же, как всегда, потому что для меня игра в химках, это не просто там пойти поиграть. Для меня это важно, на самом деле, поэтому я борюсь на танцах. Спасибо. Давайте только руки поднимаем, если вместе. Так, вопрос о химках. Вы свой клуб оставлялись. Как вы думаете, какое будущее у химков, но уже без вас? Ну, вот я, как вы говорите, будущее отдаленное или ближайшее? Ближайшее. Ну, ближайшее будущее, да. Я думаю, что у него будет перспективное, хорошее, вот, несмотря на то, что я уезжаю, все равно все ребята сильные, хороший состав в стране. Вот, и если будут так же играть, и так же выигрывать, не будут такие. Ну, это сейчас, как вы сказали, как мы с Владивостоком выпустили, то перспектива огромная. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. В раздевалку, как вас сейчас поздравляли или там, не знаю, какое-то уже было собрание команды, посвященное вашему отъезду. Как правило, в таких матчах наступает такое апофеоз, общего там, настроения. Вот, как-то... Ну, пили брови, и я собрался сзади. Так, давайте сейчас сыграем хорошо и проводим как следующее тюрьму. Вот, чтобы на хорошем уровне легко проиграть. Вот, и пошли выиграть. И сейчас уже тренеру задавали вопрос, когда последние секунды матча были, ну и откровенно уже просто держали мяч, ждали, когда финальная сирена прозвучит. Не было желания взять мяч, пойти забросить вигенальный бросок, но сделать как-то эффектно, чтобы зрители порадовали себя в экстазе? Ну, вы знаете, я всю игру старался там забивать и, если возможно, старались забивать зверху, но очень зрители порадовали. Вот, но в конце, наверное, это, даже не подобрать слово, неправильно, когда уже все, это, знаете, такая практика. В оба протекутся, когда команда будет 15-20 лет, чтобы не получить, могут быть травмой. Вот, последние 15 секунд просто мяч задерживается и все. Поэтому не было желания там пойти, допустим, как говорили сверху. А когда приступаете к тренировкам в Денвере и есть ли какой-то план тренировки? Ну, я приеду сразу начну тренироваться, потому что важна будет для меня коммунизация. Плюс 10-часовая разница. Плюс все-таки Денвер – это в американском, если более самая лучшая точка. А там нужно, на самом деле, тяжело лишать, скопивочки. Вот, поэтому первая неделя такая тяжелая цель. Не ровно зачем? А вы возвращаетесь в какую-то уже в свою квартиру, там, вроде жизни? Да, я возвращаюсь в свою квартиру, в свою жизнь, надеюсь. Посмотрим. Вам нравится вам вообще этот образ жизни? Ну, вы знаете, у всех есть, у всех свои плюсы, свои думы. Мне, безусловно, там нравится. Ну, не хватает мне, там, моих друзей. С ними, там, нет, пословно, не хватает. В прошлом году родители и в браку не приезжали, мне родители на ходу. Они приедут. То есть, ну, они уже изменили желание походить. Вот. Я и партнер. И все. Вот вы в Финкухе играли уже какое-то время. Что вам дало время, проведенное вместе с этой масломой командой? Ну, в первую очередь, наверное, я посмотрел и показал, почему я получился в Америке, для этого, почему я так тренировался и споял сам, подробно включил игры. Вот. И сейчас, в хорошем уровне, отойду к президенту НБА, наверное. Пожалуйста. Чувствуете, что наш чемпионат и НБА – небо и земля? Или все это как-то? Ну, это разные движения. Вот. И, опять же, повторюсь, рассказывать постоянно про разницы. Вот. Честно, вот, когда туда приезжаешь и смотришь хотя бы одну игру, вот сразу понимать, что это две разные вещи и даже, наверное, сравнивать. Правильно. Пожалуйста. Чувствуете, вспомните, пожалуйста, свои ощущения, когда вы первый раз поехали в Америку, да? И сравните их с ощущениями сейчас. Ну, я уже сравнивал. Первый раз, когда я ехал в Америку, я еду в НБА. Вот. А сейчас я еду в НБА. Вот так, наверное, каково. А сейчас еще одна. Можете вспомнить какой-то самый яркий момент вот за эти два с половиной месяца, проведенных в Фимках? Или, в принципе, это была одна большая, не знаю, серия игр, которая, в принципе… Ну, это был один большой такой яркий момент. Вот. И я думаю, что я не забуду этих игроков, потому что мне было очень приятно. На самом деле, потому что уже так привезли жена и друзья и все у меня в фимках. Просто, как, поэтому мне было очень приятно здесь играть. Чувствую себя как дома. Вот. 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 С кем-то из партнеров по команде уже созванивались. Как они проводили это время? Все ли были по клубам? И, может, кто-то не сказал? Все. Да. Они были дали. В НБА не играл. Все знают. Да. Все не принял участие. Играл. В НБА. В НБА. Играл. Да. Все не принял участие. Вот. Что касается остальных игроков. Играл. Я думаю, что ИДН, наверное, не будет в нигде играть. Поэтому не знаю. Но, наверное, приедете. Вы будете в лучшей форме находиться? Ну, думаю, что да. Потому что игровая команда незаменима. Можем ожидать, что вы будете лидером команды? По крайней мере, в первых матчах. Играл. 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 Все ощущения, праздник со слезами на глазах, можно сказать, потому что, конечно, мне приходилось бы говорить, что очень приятно, что человек, который не просто играл за химию, который вырос в этом году, который достиг больших высот, он будет представлять нашу страну, наш российский баскетбол, лучший дыровой клуб на линии. И я уверен, что в «Гомофее» есть реальные шансы стать достаточно знаковой фигурой и в интересном баскетболе. Я думаю, что этот перерыв, который не планировался ни кем и просто получился, он, наверное, с моей точки зрения, должен пойти именно позже. Почему? Потому что то, что он уехал год назад, это был, ну, скажем так, вызов судьбе, вызов себе, вызов всем, потому что очень многие сомневались, насколько готов Тимофей к поступлению в линии. И было все непросто, как, наверное, было тут в любом отъезде, но он сделал определенные шаги. И вот эта пауза, эта пауза, она, наверное, позволила ему сейчас в нашем клубе набрать форму, отдать от травм, подготовиться к жизни в обеих. И плюс он стал мудрее, не старше, потому что он в самом шагу находится. Он стал просто мудрее и, наверное, второй заход в Эльбей у него получится легче, чем первый. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это бойня, это битва, это сражение, и надо каждый день, каждую минуту побеждать. В пользуясь тем, что я оказался здесь среди вас, я хотел бы сделать то, что сделали сегодня очень многие. Хотя бы, кроме того, кто пожелает Диме большого успеха, как баскетболисту, я бы хотел сказать свою благодарность ему. Потому что у нас хороший клуб, у нас много сильных игроков, но всегда нужны люди, которые играют сердцем. Вот когда такие люди есть, тогда можно ставить задачи, проходить через неудачи и двигаться вперед. Вот Тимофей, он как раз из тех людей, которые всегда при любых обстоятельствах играют сердцем. Поэтому Тимофей, спасибо тебе большое еще и счастья во всем. Я буду успешен. Спасибо. Ну давайте еще вопросы. Генеральный директор или Тимофей, пожалуйста. Тимофей, пожалуйста, вопрос. Судя по отзывам на вашей страничке на Фейсбуке, отзывы... В комментариях, в сюжетах о вас фанаты Нью-Йорка до сих пор вас любят и очень хотят вас видеть в той же команде. Что вот вы им скажете сейчас? Ну, фанаты Нью-Йорка. Ну, для меня, наверное, Нью-Йорк – это какая-то тоже большая часть моей жизни, в первую очередь. Потому что это тот клуб, который принял меня в Америке первый. Вот. И мне там тоже достаточно комфортно было. Вот. И я там играл. Мне там очень нравилось. Вот. Сам город, ребята, команда. Поэтому я вам буду сказать, что не вешали нос. И если будет такая возможность, почему нет? Игорь Алексеевич, была бы возможность, стали бы удерживать Тимофея сейчас? Ну, скажем, была бы консекция в контракте, да, чтобы он мог бы здесь остаться при особых условиях. Ну, вы знаете, это вот стоя вещи, если бы я был бабушкой. Ну, чем не менее. Вот. А это, ну, вы знаете, мы же, когда летом договаривались, мы осознанно это делали. Ну, причем, при этом еще совершенно искренне заявили, что очень сильно будут думать, брать две ребят, которые в свободное время локаута. И есть большой вопрос, когда они покинут или могут покинуть клуб. Это создало дополнительные сложности. И практически никого не правили. И не только мы на другие клубы. Но, ну, скажем так, я говорил, на предстоящей вчера подписывали этот контракт, что мы тут не думали даже, не могли думать, потому что составляющая нашей команды, он наш. Поэтому мы подписывали. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Потому что, действительно, убежден, что на сегодняшний день это не просто Европа номер один центровых имок, но это уверенно один из сильнейших центровых Европы сегодня. Абсолютно отвечаю за свои слова уверенно. И, конечно, у нас нет замены этому игроку. И, конечно, у нас будут определенные проблемы. Потому что он сегодня сыграл последнюю игру. И, естественно, я бы очень хотел, чтобы он у нас остался. Но мы, когда ставили подписи, мы прекрасно понимали, что в тот момент, когда закончился вопрос, и Мак уедет на три. И более того, ведь до последнего мгновения мы узнали, будет ли он играть сегодня или не будет играть. И только вчера, не получив какой-то директив из НБА, мы понимали, что есть возможность его задействовать сегодня. Но вы понимаете, что это было его право выходить сегодня на площадку или нет. Возможность равна, возможность еще что-то доходит. Ну, а потом мы прекрасно понимаем, что как-то человек не любил химки или любой другой клуб. Если закончился волк, то все равно он, наверное, половина головы уже там. И, тем не менее, он сказал, я буду убрать, если не будет ответ в этот день. И вы видели, как он это сегодня сделает. А так, конечно, у нас образуются проблемы. Спасибо. Еще вопрос, Павел. Человеку, вообще нет вопросов? СМОФЕЙ, будешь договаривались с тренером или с Камининг из Найдера? В договаривались с своим агентом. Даже договаривались с генеральным. Отвергнулся пару словечек с тренером близки подготовки. Ну, не более того. Сколько я понимаю, у вас запрещено было общение? Вообще запрещено было общение с генеральным. И вот буквально для того, мы просто разрешили федеральным агентам разговаривать, чтобы подписывать свободный медик. Вот, в первую очередь, было не только для этого. Вот. Но, я думаю, что мы прям, агент, аспортно-свободничек. Красиво. Еще будут вопросы? У вас жена в положении? Кого идете? Пальчика, девочку? Это секрет. Секрет. Хорошо. Тогда такой вопрос. Кто бы ни родился, будет ли он или она, и гадьбистик был? Ну, это зависит от желания ребенка. Вот. Если ребенок заплачет, то, если не заплачет, то он выбирает свой официзм. Спасибо. Пожалуйста. Да, это будет зависит от вторых детского миллиона. Хорошо. Ну, да, все. Короче, нет вопросов. Спасибо.